МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 марта отдела специального назначения Рысь УФСИН России по Тверской области исполнилось 30 лет. Для истории срок небольшой, но сколько героических событий вошло в это 30-летие. За эти годы отдел специального назначения прошел большой боевой путь, о чем свидетельствуют более 15 служебных командировок в Северную Осетию, Дагестан, Чеченскую республику. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, профессионализм и выучку, многие сотрудники и ветераны отдела награждены государственными и ведомственными наградами. И в день 30-летнего юбилея было много наград. Поздравить бойцов Рысь пришли братья по спецназу, представители власти и руководители общественных организаций. Самые теплые поздравления хотел бы прежде всего сказать от ассоциации ветеранов Альфа, от фонда антитеррор, от ассоциации ветеранов 99-го управления КГБ. Ребята, дорогие, от своей личной ассоциации нашей общей Тверской области низкий вам поклон. Мы никогда не забудем, что наши ассоциации в этом году тоже небольшой юбилей 25 лет. И все 25 лет, ребята, вы были рядом. В зале много ветеранов Рыси, тех, кто создавал отряд, кто стоял у истоков. Вспоминают первого командира Николая Макарова. И первое задание для 13 сотрудников отряда им стало проведение режимных мероприятий в исправительной трудовой колонии номер один. Отряд создавался в тяжелое для страны время. Время политических перемен и трудного экономического положения. Спецконтингент в исправительных учреждениях оказывал активное противодействие режиму. Зачинщики беспорядков, осужденные участники преступных групп, действовали под организацией так называемых «бладкомитетов». Законников и смотрящих, составляющих основное ядро противодействия. Остальная масса заключенных оказывала пассивное сопротивление режиму. Создавалась реальная угроза дестабилизации обстановки. В некоторых колониях «бладкомитет» запрещал начальнику управления вход в зону без особого разрешения законников. Такую ситуацию надо было ломать быстро и кардинально. И действовать при этом строго в рамках закона. Именно бойцы отряда специального назначения должны были прийти на помощь оперативным службам и на деле показать. Система исправительных дел и социальной реабилитации имеет достаточно сил и возможностей для противодействия криминалу. Боевой путь отряда начинался в августе 1991 года. Охрана члена ВГКЧП в следственном изоляторе номер 2 города Кашин с последующим сопровождением мятежников в матросскую тишину. В 1992 году в период Осетино-Ингушского конфликта сотрудники Тверского спецназа были направлены во Владикавказ для охраны объектов уголовно-исполнительной системы Северной Осетии и сопровождения спецконтингента. Потом многочисленные командировки в горячие точки страны. Вспоминается, как в январе 1996-го четверо сотрудников Рыси в течение 45 суток лично охраняли президента Чеченской республики Доку Завгаева. Это было секретное задание, и задания это наши земляки выполнили с честью. Ряд поставленных задач спецназ «Рысь» решал в тесном взаимодействии с отрядами спецназначения ФСБ, МВД и Росгвардии. Здесь постоянно проводится плановая, боевая и служебная подготовка. Изучается организация и тактика противодействия незаконным вооруженным формированиям. Если Родина скажет куда-то выехать, мы, естественно, готовы всегда выдвинуться в любое место в любое время дня и ночи. Предотвращение и пресечение преступлений на объектах уголовно-исполнительной системы. Участие в обеспечении правопорядка в учреждениях, исполняющих наказание. Обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных и лиц, заключенных под стражу. А также персонала и членов семьи сотрудников уголовно-исполнительной системы. Взаимодействие с правоохранительными органами в проведении специальных мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Эти задачи, поставленные перед отрядом в год его образования, остаются актуальными и спустя 30 лет. Уже несколько поколений офицеров этого подразделения могут с честью сказать. Блажа России, спецназу!